итак мы разложили вторую сторону и накрываем аккуратно прокатываем скалкой катать мы будем от вершины елки чтобы действие рулона было в эту сторону этим мы избежим дефекта как сползание шерсти в эту сторону вот как бывает что когда начинаешь с этой стороны катать рулон шерсть вот сюда вот вылезет и сваляется между собой будет такой дефект поэтому всегда стараемся катать от закрытых срезов здесь у нас вершина если плечевое изделие то плечо закрытый срез открытый срез вниз изделия если шапка то макушка закрытая поля открыты сворачиваем наш рулончик не очень туго стараемся не повредить раскладку и давайте зафиксируем тоже водичка прибежала лишнее не туго завязываем как для того чтобы он не раскрутился ставим чтобы лишняя водичка вытекла оставляем на несколько минут так лишняя вода у нас вытекла посмотрите как много и салфетка пропиталась полностью сейчас будем катать возьму сухое полотенце я взяла сухое полотенце лучше использовать старенькие махровые хлопчатобумажные полотенца начинаем катать сначала без надавливания итак сто раз итак мы прокатали сто раз открываем наш рулончик убираем наши веревочки убираем веревочки разворачиваем переворачиваем нашу раскладку и катаем от вершины еще сто раз я не буду уже завязывать веревочкой зафиксирую рулон полотенца катаем сто раз мы прокатали еще сто раз по длине от вершины раскрываем наш рулончик сейчас будем катать от нижнего яруса веточка перевернули заворачиваем фиксируем рулон полотенца катаем сто раз и теперь уже немного больше давим на рулон раз два итак разворачиваем переворачиваем будем катать еще сто раз в другую сторону от нижнего яруса к вершине закатали сто раз по длине сейчас мы будем работать шириной нашей елочки так вот на этом этапе можно удалить лишнюю воду лишнюю пену для этого мы так сворачиваем берем тазик удаляем излишнюю пену которая нам уже просто мешает не перекручиваем просто нажимаем на рулон так сворачиваем по ширине и продолжаем катать по ширине точно также катаем по сто раз четырех разных направлениях перевернули так потом с той стороны 100 перевернули еще 100 и того 400 раз продолжаем катание уже надавливаем на рулончик переставляем руки по всей длине елочки итак мы прокатали рулон 800 раз в разных направлениях сейчас мы его раскрываем шерстка сцепилась вот о чем я вам говорила она у нас сцепилась соседним рядом давайте будем исправлять и проходим перчаточкой шерстка уже сцепилась шаблон у нас уже облегает хорошо сейчас мы поработаем вот так перчаточкой а потом можно будет убирать шаблон сейчас мы уберем шаблон и попритираем изнутри острыми ножничками разрезаем разрезали аккуратно вынимаем шаблон можно так заворачивать и подтягивать постепенно вот убрали и хорошенько прорабатываем там где были у нас ребрышки чтобы не было никаких у нас граней проработали и теперь прямо с блокираторами будем висеть как тесто нашу елочку поехали пока у нас блокираторы на елочке нам не так страшно что наши многочисленные ярусы сцепятся собой или соседним ярусом или с основанием так но все равно мы проверяем я хочу удалить лишнюю пену берем нашу чашу и комичка не перекручивая просто мы сжимаем и передвигаемся к так скоро будем полоскать пены очень много давайте прополощем для этого возьмем с водой вода больше 36 и 6 градусов 40 наверно прополощем отжимаем комом сейчас уже блокираторы начинает выпадывать и нам нужно будет следить за всеми нашими ярусами и проверяем все наши ярусы и низ изделия проверяем низ нужно вот так вот а в пленочку завалять выровнять оборочки все выправляем сейчас мы должны все время следить за этими оборочками ярусами чтобы они у нас не сцепились я не буду ничего подрезать на елочки каких выступающих иголок ведь ёлочка она должна быть с иголками тут вот видите как получилось получилось у нас дырочка если вы не хотите вот эту . можно на этом этапе взять нитку с иголкой и соединить потом ничего не будет видно давайте соединить вот ниточка у меня чуть чуть посветлее сделала специально так это у нас третий ярус вот потом посмотрим как ее у нас будет видно это вот прореха у нас получилось на ребре сейчас очень хорошо видно направление волокон а когда сваляем вот такого вот явного направления видно не должно быть мы должны получить из кожу где она толстенько лежит должны получить завиток и все время выправлять буквально помесили минутку другую покидали и проверяем помесили поправили проверяем проверяем все наши края все ярусы наши елки поправляем все ярус вершинку проверяем чтобы там она нас не слипло смотри я делаем так ширине и сейчас мы ее про получим